Старенькие Сименсы, Самсунги, первые варианты мобильных телефонов Нокия на стеллажах музея занимают достойное место. Отслужив владельцам веры и правды, сегодня эти устройства украшают огромную коллекцию первого и единственного в Беларуси музея сотовых телефонов. Многие люди нам привозили телефоны в ремонт, знакомые или незнакомые. Телефоны, которые не работали в то время в наших диапазонах сетей, либо это были американские телефоны и так далее. Некоторые телефоны невозможно было разблокировать, чтобы они работали на наших сетях, наших операторов. Люди, чтобы не выбрасывать, оставляли нам, говорили, что будущий музей будет. Так и собирали телефоны. Многие ребята свои приносили, клиенты многие уже видели, что у нас существует одна витрина, две, три, начинает увеличиваться коллекция. Так и оставляли телефоны в подарок. На сегодняшний день экспозиция состоит из 300 самых различных телефонов. Среди них как совсем устаревшие, так и устройства поновея. Собирали коллекцию почти 10 лет. Что-то приносили горожане, что-то сами работники центра. Получилось то, что получилось. Теперь у хозяев коллекции большие планы на будущее, среди которых включение такого необычного музея в список туристических объектов города над Бугом. Если все будет хорошо и у нас коллекция будет пополняться, может быть, даже поедем с гастролями в какой-нибудь город, если нас пригласят. Но вообще рады видеть будем всех гостей, всех желающих, всех туристов. Ну и вообще людей, кто хочет каким-то образом пополнить нашу коллекцию туристов. Мы приглашаем студентов, которые учатся на каких-нибудь исторических факультетах, которым интересна эта тема, которые готовы посотрудничать. Экспонаты для музея продолжают собирать, потому коллекция будет расширяться и, возможно, музей сменит адрес прописки на отдельное помещение. С первого дня открытия эта экспозиция заинтересовала горожан. А те, кто не посетил музей, не должны огорчаться. Двери новоявленного музея открыты для всех желающих. Первая экскурсия уже в эту субботу.